Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. С вами 10 серия из цикла «История о татаро-монголах». В прошлой серии мы говорили об осаде Багдада монгольскими войсками, о прибытии войска Хулагу с востока, войска Байджу с севера и войска Китбоги с юга, и о полном, тотальном окружении города Багдад. Также мы помним, что происходит это в начале 656 года по хиджри, в частности, в начале месяца Мухаррам этого года. Монгольские войска были на расстоянии 50 километров от Багдады, когда очень слабые разведывательные службы аббасидского халифата обнаружили их присутствие в ошеломляющем количестве со всех сторон города. Чем ответил халиф Аль-Мустар Симбилля и что предприняли визири, министры, советники, армия и простой народ внутри Багдада? Аль-Мустар Симбилля провел совещание, на котором присутствовал Муайидуддин Аль-Алками, старший помощник халифа, занимавший свой пост уже долгие годы. Калиф Аль-Мустар Симбилля все это время даже не подозревал о его предательстве. На этом собрании приближенных были также те, в чьих сердцах все еще осталось место переживанию за умму, за ее религию. Самыми яркими их представителями были двое – Муджахидуддин Айбек и Сулейман Шах. Оба они, будучи полководцами и военачальниками, призывали к джихаду уже не первый раз, однако их никто не слушал. На прошедшей встрече Аль-Мустар Симбилля с Муайидуддином и другими визирями они оба снова настаивали на этом, неизвестном доселе иракскому обществу решении. Слово «джихад» никогда не произносилось в высших кругах того периода уже очень долгое время. Быть может, десятки лет об этом просто нигде не было слышно. Задачей военных было лишь обеспечение безопасности Аль-Мустар Симбилля, Аль-Мунта Сирабилля, калифов как таковых и других представителей власти. И как мы говорили ранее, они совершенно не занимались своей прямой обязанностью, не боролись с настоящими врагами уммы. Муайидуддин не был согласен с данным решением, и он делал все, чтобы его не приняли, заявляя, что лучшим средством выхода из сложившегося критического положения для Ирака будет проведение мирных переговоров с монгольской армией, осадившей Багдад. Аль-Мустар Симбилля сердцем был на стороне Муайидуддина Аль-Аль-Ками, он не был достаточно силен для «джихада». В то же время, разумом он склонялся к предложению Сулейман Шаха и Муджахуддуддина Айбека, так как он был свидетелем того, как татаро-монголы до этого раз за разом нарушали заключенные им договоры. Он видел массовые убийства и истребления мусульман, разграбление их богатств, а теперь самую настоящую осаду Багдада. Он знал, что эти переговоры не имеют никакого смысла. Также он знал, со слов мудрых и необязательно мусульман, что когда слабый садится за стол переговоров с сильным, то это никакое не перемирие, это капитуляция. Сердцем он предпочитал выбор Муайидуддина, так как не мог сражаться, но его разум подсказывал ему, что необходимо делать именно то, что предлагают Сулейман Шах и Муджахуддуддин Айбек. Халиф, не зная, что делать, долго колебался, и в итоге все-таки решил объявить о джихаде, войне. Конечно, слово джихад было тяжелым для такого маленького халифа. Естественно, маленького не телом, а достоинством и значением. Маленького своим разумом и мудростью. Он сказал, будем воевать. Что по сути означало, попробуем, посмотрим, что же такое джихад. Джихад, дорогие братья и сестры, не совершается наобум. Решение о джихаде не принимается спонтанно. Такое решение не может принимать любой военачальник, когда ему заблагорассудится, без определенного порядка, подготовки и обдумывания планы. Для принятия такого решения необходимо подготовить умму, подготовить армию, подготовить души, подготовить жену, мать, сына, детей, всех людей, подготовить ученых, факихов, студентов, подготовить всю умму к джихаду на пути Аллаха. Джихад на пути Аллаха – это вершина исламы. Что это значит, вершина исламы? Это значит высшее проявление в нем. Это самое высшее, что может быть в исламе. Ты должен преодолеть множество больших этапов на пути к становлению муджахидом, воином, на пути Аллаха. Нельзя просто вдруг встать и сказать, давайте выйдем на джихад, посмотрим, как это бывает. Но именно так и произошло. Аль-Мустасим Билля принял решение приступить к оборонительному джихаду. Было принято решение, что муджахид-уддин Айбек выйдет во главе абасидского войска. А вся абасидская армия, вместе взятая, состоит всего из 10 тысяч человек. Муджахид-уддин вышел со слабым, малочисленным войском, когда узнал о войске Байджу. Они знали о войске Хулагу и войске Китбуги на востоке и на юге. Но они не знали о войске Байджу, подступающем с севера. Когда они узнали о нем, что оно идет с севера, стало ясно, что если это войско осадит Багдад с севера и с запада, тогда весь Багдад будет взят в плотное кольцо. И тогда не останется возможности для отступления. Поэтому он со своим войском направился на север, чтобы встретить войско Байджу. Два войска встретились в местности под названием Анбар. И ни для кого не секрет, что абасидское войско не имеет абсолютно никакого опыта ведения войны. Но в отличие от них, монгольское войско, которое прибыло на эту землю в первый раз, оказалось более осведомленным о местности, чем сами жители этой местности. Абасидское войско заманили в местечко под названием Мустанкаад в Анбаре. А затем в этом месте абасидское войско было уничтожено. Муджахидуддину Айбегу и еще кружечной группе воинов удалось выжить, и они снова вернулись в Багдад, который потерял свою и без того немощную армию. Положение теперь еще более усугубилось. Естественно, халиф Аль-Мустасимбилля был в замешательстве. Что же делать? Где искать выход? Тут Муайюдуддин стал снова убеждать его, что у него нет другого выхода, кроме мирных переговоров с новым мировым лидером Хулагу. Стол переговоров, заверял он, может принести какие-то плоды. Пусть даже небольшие, но это лучше, чем быть убитым в своем же городе. В конце концов, халиф Аль-Мустасимбилля согласился и отправил делегацию представителя исламского абасидского халифаты. Кто был в составе этой делегации? Представьте себе, делегация состояла всего из двух человек. Первый, Муайюдуддин Аль-Алками, который не был суннитом. Второй, крестьянин Макика. Можете себе представить? Делегация абасидского, исламского, суннитского халифата состоит из двух человек. Один шиит, другой христианин. Так обстояли дела в абасидском халифате. Они оба вышли и встретились с Хулагу. Хулагу долго говорил с ними, обещал предоставить им обоим высокие должности в новом совете правления страной, который встанет у власти после лишения Аль-Мустасимбилля его престолы. Эти, в кавычках, знатные послы вернулись в Багдад к Аль-Мустасимбилля и стали докладывать об условиях Хулагу, а также о его обещаниях. Хулагу обещал кое-что, о чем такой слабый правитель, как Аль-Мустасимбилля мог только мечтать. Первое, что обещает Хулагу Аль-Мустасимбилля, это оставить его на престоле правления в Багдаде. Конечно, мы все знаем, как татаро-монголы до этого постоянно лагали и обманывали правителей мусульман и мусульманские народы. Однако, так оно и было. Они обещали оставить его у престола правления, но под наблюдением татаро-монголов. Далее он обещал ему выдать свою дочь, дочь Хулагу, замуж за сына Аль-Мустасимбилля. Несмотря на то, что дочь Хулагу была язычницей, безбожницей, которую не разрешено брать в жены, это было большим подарком от Хулагу Аль-Мустасимбилля. Третье, установление постоянных мирных отношений с абасидским халифатом. И обратите внимание, вечный мир, несмотря на десятки, сотни оккупированных исламских городов. Территория от Китая до самых границ Ирака полностью оккупирована. Но Хулагу продолжает обещать вечный мир. Четвертое обещание, гарантия безопасности жителям Багдада. Такими были обещания Хулагу. Что же должен сделать Аль-Мустасимбилля, чтобы получить все обещанное? Какие условия выдвигал Хулагу? Первое условие, и тут, пожалуйста, слушайте внимательно, разрушить все крепости города, разбить все башни, засыпать все рвы и сдать все оружие. То есть, в городе не должно остаться никаких возможностей и средств для противостояния. Нужно отдать все свое оружие для того, чтобы Хулагу, лидер татаро-монголов, был удовлетворен. Второе, калиф должен согласиться, что будет править Багдадом под контролем татаро-монголов. Татаро-монголы останутся в Ираке на некоторое время, затем вернутся, когда установится порядок, конечно же, как посчитают сами татаро-монголы. Такими были предложения. Что касается Аль-Мустасимбилля, то он стал их обдумывать. Эти условия довольно жесткие. Было ясно, что это оккупация, оккупация Ирака, и что ему нужно либо принять эти условия, либо продолжать борьбу. Третьего не дано. Он знал, что согласие с этими условиями сулит ему унижение. Согласие может сохранить ему жизнь, но не достоинство. Он никогда больше не будет уважаемым и могущественным. В лучшем случае его ожидает презренная жизнь. Однако, жизнь, вот за что он хватался, как только мог. Он долго размышлял. Он сомневался, сомневался он, и вместе с ним сомневался и народ. Он никак не мог принять решение. Все это происходило с 12 по 19 Мухаррама. Целую неделю он все колебался, мешкался. В итоге, Хулагу стал беспокоиться, стал посылать гонцов, выяснять будут ли они выполнять условия, чтобы получить обещанное, либо это война. Ахалиф все продолжал сомневаться и медлить с ответом, пока не наступил месяц Сафар. С началом Сафара терпение Хулагу кончилось. Он не мог продолжать столько ждать, потому что содержание монгольских войск, окружавших Багдад, обходится в тысячи динаров ежедневно. Это огромная армия, братья мои. Еда, питье, снаряжение. Они стоят тут уже долгое время. К тому же, если вы сопоставите дни мусульманского календаря с Григорианским, то выяснится, что эти дни выпадали на месяц январь 1260 года по Григорианскому календарю. Холодный, знойный месяц, снег. Армия не может выносить такие условия столь продолжительное время. Хулагу должен подстегнуть Аль-Мустасимбилля к скорому принятию решения и подчинению его условиям. Хулагу начал бомбардировку Багдада. Багдад начали обстреливать в начале месяца Сафар 656 года по Хиджри. Плотный обстрел ввелся со всех сторон. Обстрел огненными стрелами, каменными ядрами, катапультами одновременно со всех сторон. И с течением времени величественная ограда города Багдад начала прогибаться. Одна из историй, которую приводит Ибн Кассир в книге Аль-Бидаева Нехая. И на самом деле, он никак не комментирует эту историю. Я удивляюсь, почему он не сделал никаких примечаний на ее счет. Потому что на самом деле эта история имеет важное и ясное значение. Она показывает сущность исламской уммы в то время. Ибн Кассир, рассказывая о событиях этой осады, говорит, татаро-монголы окружили резиденцию халифы. Они осыпали ее стрелами со всех сторон. Послушайте внимательно эти слова. Пока одна из стрел не попала в девушку, которая играла перед халифом и веселила его. Она была одной из его наложниц, которую звали Арафа. Стрела угодила в нее сквозь одной из окон и убила ее, когда она танцевала перед халифом. Халиф стревожился и был сильно напуган. Он долго горевал. Обратите внимание, вокруг Багдада происходит самая настоящая осада. Повсюду летят стрелы. Огонь полыхает на завесах королевского дворца. Ограда прогибается под продолжительными ударами татаро-монголов. Вокруг Багдада 200 тысяч воинов, а халиф смотрит на танцы внутри дворца халифаты. Танцы на костях мусульман. Несмотря на такое критическое положение, в котором оказался Ирак, несмотря на все, что в нем происходит, несмотря на резню, сжигание мечетей, сжигание домов, разграбление имущества, он все еще занят какими-то развлечениями, забавами и играми, от которых он не может отказаться даже в такой критической ситуации. Он смотрит на то, как танцует его рабыня, находясь в таких обстоятельствах. И случилось так, что танцевавшая девушка Арафа была убита. Аль-Мустар Симбилля обнаружил, что на стреле, которой она была убита, была написана одна фраза. Ее написали мусульманские писатели, находившиеся в армии татаро-монголов. На стреле было написано следующее. Когда Господь хочет осуществить свою волю и свое предписание, Он лишает разума тех, кто обладает разумом. Субханаллах. Очень мягкая фраза, и она в точности описывает состояние мусульман в то время. Аллах лишил мудрости разум халифы, разум его помощников, разум влиятельных людей государства, а также разум всего народа. Они больше не могли различать между правильным и ошибочным, между истиной и ложью. Поэтому и итог был соответствующим. Что сделал халиф после убийства танцевавшей Арафа? Что он предпринял после такой трагедии? Он повелел увеличить меры предосторожности, то есть добавить больше преград вокруг дворца правления, чтобы танцовщицы или еще кто-то не были убиты внутри дворца халифата. От этой истории сжимается сердце, но к большому сожалению это реально происходило. Мы достаточно часто можем наблюдать, как мусульмане смотрят на танцы, на разврат, во всяких видеоклипах, фильмах и так далее. Они живут в такой атмосфере, а исламские страны от востока до запада страдают от оккупации, будь то военная оккупация, политическая, экономическая или научная. Как вы можете видеть, это реальность. Когда мы читаем об этом в книгах, мы удивляемся, но мы видим это своими глазами. Нет силы и мощи, кроме как у Аллаха Великого и Всемогущего. На четвертый день месяца Сафар, то есть по истечении четырех дней после начала штурма Багдада, пала часть восточной ограды города, та, что напротив Кулагу. С падением этой ограды пало также сердце халифа. Внутри себя он уже потерпел поражение. Он поспешил к Муайдуддину Аль-Аль-Ками, которого он считал самым близким к себе человеком и самым преданным своим помощником. Что же мне делать, вопрошал у него халиф. Муайдуддин ответил, иди к Кулагу. У Кулагу большое сердце. Он может простить и помиловать. Выйди к нему, поговори с ним. Тогда Аль-Мустасим Белля отправил к Кулагу и Кулагу согласился, чтобы Аль-Мустасим Белля вышел и встретился с ним за пределами города. А также, чтобы вместе с Аль-Мустасимом визири, факихи, ученые и все власть-имущие и влиятельные люди города для того, чтобы прийти к совместному соглашению и договоренности. Как говорил Кулагу, для того, чтобы итоги переговоров были обязательны к исполнению для всех. Калиф действительно вышел. Калиф, который всю свою жизнь встречал людей в своем дворце, вышел из своего дворца униженным и поникшим. 700 человек сопровождало халифы. Большая делегация, состоящая из ученых страны, из нати, визирей, министров. Вышли все. Среди них также был Муайдуддин Аль-Алками и патриарх Макика. Делегация из 700 представителей всего государства для встречи с Кулагу. И вот Аль-Мустасимбилля выходит, доходит до шатра Кулагу. И тут войти к Кулагу разрешают только 17 людям. Остальную делегацию задерживают для обыска, как им было сказано. Но на самом деле их увели на убой. Всех членов делегации убили, кроме 17 человек, которых вместе с Аль-Мустасимбилля вошли в шатер к Кулагу. Войдя в шатер и начав говорить с Кулагу, халиф обнаруживает, что Кулагу относится к Муайдуддину по-особому. Что он говорит с ним не так, как с Аль-Мустасимом. Тогда он понимает, что Муайдуддин Аль-Алками все это долгое время водил его за нос, и он об этом даже не подозревал. Конечно, для Аль-Мустасима нет оправданий. Аль-Мустасим должен был быть бдительней и мудрее. Если ты правишь таким государством, как аббасидский халифат, ты должен тщательнее подходить к выбору окружения, которому ты делегируешь административные задачи государства. Однако халиф не отличался таким характером. В итоге он узнал, что всех членов делегации убили. Сам халиф был окован в цепи, а Кулагу тут же отдал приказ о разбой и разграблении города. Что это означало для Багдада, братья мои? А то, что армия входит в город и творит в нем все, что пожелает. Солдаты монгольской армии входят в город Багдад и делают в нем все, что им заблагорассудится. Нет никаких ограничений и правил для этого полчища. Калиф окован в цепи, его волочат с закованными ногами и заводят внутрь города, чтобы он видел, что делают солдаты с его народом, с его городом, его землей, его дворцами, его богатствами и даже с его детьми. Двух сыновей Аль-Мустасимбилля привели и убили перед его глазами. Трех его сестер взяли в плен. Он смотрел, как уничтожают его город. Его убили не сразу. Калиф оставался в живых еще целых 10 дней после падения Багдада. Врата Багдада открылись с 4-го сафара 656-го года по хиджри. Войска татаро-монголов вошли в город вместе с Калифом. Калиф закован, а монгольские войска творят бесчинство в городе. О, наш славный Багдад! Где Халид ибн Валид? Где Аль-Мусанна ибн Хариса? Где Ан-Нуман ибн Мукаррин? Где Саад ибн Абу-Аккас? Где муджахиды, воины? Где стремящиеся в рай? Где те, кто сражается на пути Аллаха? Да просто, где мужчины? Нет мужчин. Нет никакого сопротивления. Варварские войска татаро-монголов вошли, чтобы делать все, что захотят. И ни один мужчина среди мусульман не поднял свой меч в сторону татаро-монголов. Конец был трагическим. Кончина халифа была трагической. Участь ученых этого города была трагической. Участь всего народа была трагической. А также участь тех, кто окружал халифа, но не пошевелился ради него, была трагической. Подробности всего, что происходило, чрезвычайно болезненны. Но, несмотря на всю боль, мы постараемся изложить вам в деталях продолжение этой истории в следующих сериях, иншаллах. Мы должны читать о ней, размышлять над ней. Мы должны изучать историю. Почему? Потому что история повторяется. Прошу Аллаха, аззаваджалля, даровать нам понимание его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему он нас обучил. Только он на это способен и только ему все принадлежит. Вы вспомните то, о чем я вам говорю. Я вверяю свое дело Аллаху. Воистину, Аллах видит рабов. Вас-саляму алейкум и рахматуллахи и баракатуху. Их-саляму алейкум и розы сфильм. Их-саляму алейкум.